Друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин репорт. У микрофона Юрий Рашкин. Вы знаете, что нужно жать на лайки, подписываться на этот канал. Я вам не говорю ничего нового, того, что вы не знаете. Но тем не менее, когда вы жмете на лайки, я просто чувствую такое ощущение. Не знаю. Жмите на лайки, господа. А мы вам будем представлять здесь очень интересных гостей, темы для обсуждения. И дадим вам что-нибудь, о чем можно подумать. И сегодня мы будем обсуждать тему... У нас тут много новостных развитий с нашими бывшими соотечественными спецслужбами. И я очень рад, что Сергей Жирнов возвращается к нам в эфир, чтобы все это обсудить. Сергей, добро пожаловать обратно. Добрый вечер, Юрий. Здравствуйте все ваши зрители. И потом зрители, возможно, и моего канала, и другие, которые к нам присоединились. Точно. Вот именно. Подписывайтесь на канал Сергея Жирнова, подписывайтесь на канал Рашкин Репорт. И пишите комментарии, участвуйте в дискуссии. Это такая живая очень форма общения. Сергей, я должен вначале сказать, что я таки послушал чуть-чуть вашего эфира с генералом СВР. Такая вот, как вы сказали, медийная личность. И надо сказать, мне всегда как бы я вас слушаю с интересом. Мне приятно вас слушать. Вы знаете. А когда выходит генерал, я так-так... О чем он говорит? Что это за кошмар? И вы его как бы поправляете. Мне кажется, что это неплохой подход в этом смысле. Уж если общаться с таким, я не знаю, персонажем, то мне кажется, что вы это неплохо делаете. Очень неплохо. Я с удовольствием вас послушал. Спасибо. Я не знаю. Я так понимаю, что мне это комплимент. И камешек в огород. Большой камешек в огород генерала СВР как персонажа. Но я не знаю, он такой какой-то... Мне выглядит как таким кровожадным, чуть ли не упырем, что, может быть, он должен быть такой по стереотипу. Ну, у каждого свой стереотип, у каждого свой персонаж. Я подчеркиваю всегда, что я, в общем, общаюсь с генералом СВР как с персонажем медийным, у которого есть два канала, и который вещает на этих двух каналах. Весьма успешный проект медийный. И мы с ним нашли, я думаю, интересную форму для общения. То есть это форма подведения итогов недели, где каждый из нас высказывает собственное мнение. Когда мы соглашаемся, мы соглашаемся. Когда мы не согласны, мы не согласны. Но чаще всего мы соглашаемся, потому что, в общем, мы говорим о российских проблемах, а к этим проблемам отношение у нормальных людей, в общем, слабо разнится. То есть здесь трудно нам найти темы, по которым мы с ним не согласились. Вы знаете, мне интересно, кстати, я вот сейчас об этом думаю. Думаю, что вы с ним не соглашаетесь. Это я слышал. Но чтобы он с вами не соглашался, я такого еще пока не слышал. А вроде бы по рангу он выше. Нет, ну, есть вещи, в которых он меня поправляет, или он высказывает свое собственное мнение. Вот, например, когда я высказал в последней передаче, рассказывал об учениях «Запад-2021», я вот там говорил, что вот они сидят там на командном пункте, и, слава богу, они не поехали в Белоруссию. Не рал меня поправил сразу, потому что они не собирались ехать в Белоруссию. Сразу было заявлено, что каждый из сторон белорусы будут смотреть за этими учениями у себя, россияне будут смотреть у себя. То есть, в принципе, здесь совершенно все нормально. Во всем остальном у каждого человека, который смотрит эти эфиры, есть право высказывать собственное мнение, быть критически настроенным ко мне, к нему, кому угодно. В этом никаких проблем нет. У меня проблем только в другом. Когда большинство критиков генерала говорит, вот он там гэкает и с украинским акцентом говорит. Вот это меня ужасно раздражает, потому что какая кому разница, кто с каким акцентом говорит. Горбачев у нас тоже говорил с тем же самым акцентом. Он был первым секретарем, генеральным секретарем ЦК КПСС с 85-го по 90-й год или 91-й год и президентом до конца развала Советского Союза. Никто ему тогда не говорил, что это самое углубки. Мы над ним смеялись, конечно, анекдоты были, песни сочиняли, но это не мешало нам к нему относиться как к руководителю государства. Поэтому вот в этом смысле это меня раздражает. А все остальное, если вы критикуете содержание того, что он говорит, то никаких проблем. У вас есть право полное критиковать это содержание, не соглашаться с тем, что он говорит и так далее. То есть вы говорите, что человек с сильным украинским, заметным украинским акцентом может быть генералом внешней разведки ФСБ? Сколько угодно. Сколько угодно. В КГБ у нас было очень много украинцев. КГБ, но это другая организация, другая страна. Да. Анна Кущенко, которая Анна Чапман, она украинка, да, представитель, я вам могу там назвать, давайте не будем углубляться, потому что до сейчас все фамилии на О. Но их столько и в СВР, и в ФСБ, и где угодно, и в России, потому что у нас же, вы же понимаете, что когда развалился Советский Союз, то есть когда был Советский Союз, у нас не было разделения территории. То есть любой человек любого происхождения имел право жить где угодно, там, где он хотел жить, да, ну, где ему удавалось получить прописку. Вот, и по этому поводу у нас есть огромное количество семей, выходцев из Украины, из Грузии, из Армении, я не знаю, там, из Узбекистана, из Прибалтики, которые живут в России, и наоборот. Вот, и поэтому… То есть вот этот говор, говор у вас, его не дисквалифицирует? Абсолютно не дисквалифицирует. Это, в общем, я считаю, что это очень глупый подход относиться к человеку, с каким акцентом он говорит. У нас во Франции такая же штука существует. Нынешний премьер-министр Франции говорит с южным акцентом. Вот премьер-министр Жан Костекс, наш французский премьер-министр, он говорит с таким же акцентом, как говорит генерал СВР, для французов. Ничего он премьер-министр… Ну, по крайней мере, реальная личность, но это хорошо. Ну, да, конечно. Это Франция, мы сравниваем Россию с Советским Союзом, с Францией. С одним, конечно, все здесь издеваются из-за этого акцента, но у нас он не первый государственный деятель, там у нас был Шарль Паскуа, который был министр внутренних дел, который тоже с корсиканским акцентом говорил. То есть во Франции это тоже реальность, да, у нас во Франции есть несколько акцентов, и парижский… Да, но когда мы, понимаете, когда мы смотрим на политика и говорим, обсуждаем их и ее акцент, то мы отвлекаемся от важного дела. О чем мы не говорят? О чем мы речь? Когда мы смотрим на медийный персонаж, то его акцент является частью его авторитета, потому что лица-то не видно. Это же, поэтому мы судим о том, что есть, на том, что есть. В заключении этой темы я бы сказал такую вещь. Все, когда его слушают, почему-то все говорят, что у него украинский акцент. У нас в Российской Федерации есть весь юг Российской Федерации, Ростовская область, Краснодарский край, Ставрополье, они все говорят с таким же акцентом. Я, слава богу, там прожил довольно много. То есть я там не жил, конечно, но я туда ездил всю свою жизнь. У нас там была база на Кавказе, в Ставропольском крае. Я ездил работать в Севастополь от школы, в школьный лагерь. Я ездил работать в Ростов, в Ростовскую область, в школьный лагерь. Я знаю, как там люди говорят. Во всех станицах казаки говорят с таким же акцентом, абсолютно с таким же. И этот акцент, он до, начиная там с наших югов и распространяется на Украину дальше. Вот и все. И то есть отсюда, и у них у всех, вот у людей, которые живут в этих упомянутых мною субъектах Федерации Российской, их там миллионы, и у них всех российское гражданство. И по этому поводу никто не говорит, ах, он там украинский адвокат. Ведь вся плюшка заключается в чем? Что Юрий Борисович Швец якобы разоблачил генерала СВР, сказав, что вот у него украинский акцент. И вообще мы там провели великое расследование и выяснили, что он там адвокат из Харькова. Потому что у него IP какой-то там, или там у него был какой-то кошелек из этого адвоката из Харькова. Юрий Борисович Швец, который выдает себя за великого разведчика, он здесь просто сморозил глупость по абсолютную, потому что он не понимает, что в современном мире, вот я, допустим, могу сейчас зайти на этот компьютер с VPN, и вам будет показываться IP из Австралии. И на основании этого, если великий разведчик Юрий Борисович Швец скажет, что Жернов всех обманывает, потому что он говорит, что живет во Франции, а IP у него в Австралии, это он скажет очередную глупость, если он это повторит. Вот то же самое с этим кошельком. Потому что какой идиот, находясь в бегах и в противодействии с путинским режимом, будет давать свой кошелек там, где он находится? Конечно, он использовал какого-то этого харьковского адвоката для того, чтобы собирать какие-то деньги. А где этот адвокат? Где он? Почему он не появляется и не скажет, что это не я? Юрий, а вот это проблема к тем, кто говорил про этого адвоката. Это проблема к тем, кто говорил про этого адвоката. И я вам скажу еще одну большую государственную тайну. Я вам не скажу, где на самом деле находится генерал СВР, но я вам скажу, что его очень устраивает то, что Юрий Борисович Швец рассказал о своей истории. Его очень устраивает. Ну, я думаю, тогда, наверное, он так уверенно, именно по смыслу генерал СВР так расчехлился после выступления Юрия Борисовича, что он там потерял свой покой. Видимо, ему так это очень нравится, что вот о нем так думают, что он просто потерял спокойствие. Ну, ладно, хорошо, это бесконечная тема. Вы понимаете, что когда мы играем в игрушки шпионские, в шпионских игрушках постоянно всех друг другу морочат мозги, постоянно все друг другом манипулируют. И поэтому, когда враг думает, что вы находитесь в Австралии, а вы находитесь в соседнем с ним доме, то вас, как человека, который борется против врага, это, безусловно, устраивает. И если находится какой-то источник, который начинает всем рассказывать, что вы находитесь в Австралии и подтверждает это, и ставит свою карьеру разведческую и свою репутацию разведческую в подтверждение этой билиберды, то это прекрасно совершенно для человека, который не хочет, чтобы знали, где он по-настоящему находится. Вот и все. Я не спорю, я просто говорю, что я отношусь с большим уважением и к вам, и к Юрию Борисовичу Швецу, которые оба, к счастью, гости этого канала. Я думаю, что вы даете интересные перспективы для людей, которые размышляют об этом. И, кстати, я очень рад, Сергей, что вы на своем канале развиваете такую деятельность, где вы говорите о вот этих, вот именно о шпионах, о секретных разведчиках, нелегалах, как работают все эти системы, потому что это очень важная тема. И я считаю, что это прекрасно, что вы и у вас на канале развиваете и об этом говорите, потому что я, когда натолкнулся на эту тему, я понял, что это может просто стать целой темой для канала, потому что там есть о чем поговорить. А для меня это просто одна из тех тем, которые, я считаю, важные, которые нужно освещать. Я очень рад, что вы углубляетесь и делаете свою нишу здесь, разговаривая с другими профессионалами в этом деле. Большое вам спасибо. Так что давайте вернемся к теме нашего основного разговора. Окей. Тема такая. У нас новости и с делом Литвиненко, у нас и новости с делом Скрипалей. Во-первых, как вы с вашим опытом, бэкграундом, карьерой и так далее рассматриваете то, что теперь происходит, что и признают Россию виновные уже официально, и новых людей находят, которые были замешаны в этих преступлениях. Вы как бы тут с обоих сторон можете дать вашу перспективу? Да, безусловно, во-первых, это очень важная новость. Это чрезвычайно важная новость. Я очень рад, что вы меня пригласили поговорить именно на эту тему. Потому что ведь у нас была всегда, у Путина всегда была отмазка какая, что никогда не было никакого решения судебного. Всегда были какие-то обвинения, были какие-то расследования, были какие-то подозрения, но не было никогда никакого решения. Вот по Литвиненко состоялось судебное решение. Причем я поясню, что естественно, конечно, тут Мария Захарова и Песков и все остальные, и же с ними, они тут же пустились в рассуждение, что все это ерунда и вообще ЕСПЧ неизвестно, о чем он там говорит. Я напомню всем людям, которые это не знают и которые могут проверить мои слова, зайти на сайт ЕСПЧ, и они с него узнают, что ЕСПЧ является высшей судебной инстанцией для Российской Федерации. То есть решения его обязательны, и решения его обжалованию не подлежат. То есть вот когда все исчерпанные инстанции внутри России, у человека остается последняя возможность обжаловать какое-то решение, и этой последней инстанцией является ЕСПЧ. И Россия, когда эти идиоты в виде Захаровой и Пескова, лгуны и сволочи и подлецы, выходит на канал и говорят, что нам это решение на него насрать, наплевать, мы его исполнять не будем, они нарушают законодательство, которое сами же приняли. Потому что в их законодательстве записано, что когда по какому-то вопросу в рамках международных договоров принимается решение отличное от законодательства Российской Федерации, то это решение является вышестоящим и является обязательным для Российской Федерации. Вот это все люди должны понимать. И поэтому, конечно, решение, которое состояло в Страсбурге, вдове Литвиненко присудили 100 тысяч евро, и в ее пользу принято решение, и в этом решении названы конкретные виновники в этом убийстве, государственном убийстве с использованием химического оружия, запрещенного Андрея Луговой и Дмитрия Ковтун. Это важнейшее решение, очень важное решение. Хорошо, я не спорю, это бесспорно очень важно. Мы поэтому об этом и говорим, потому что это важно. Хотя, когда вы говорите о законах России в одном и том же предложении, у меня диссонанс, когнитивный диссонанс. Как это может происходить? Но с другой стороны, это ваши бывшие сотрудники и коллеги. Как вы на это смотрите лично? Ну, непрямые коллеги, да, потому что Литвиненко служил в ФСБ. То есть, я не помню даже, поступал он в КГБ или в ФСБ сразу уже поступил. То есть, это непрямые мои коллеги, потому что я служил во внешней разведке. Я бы не сказал сослуживцы. Тогда было бы сослуживцы. Я сказал коллеги. Да, коллеги. Коллеги по спецслужбам. То есть, да, конечно, в этом смысле, да, коллеги. И точно так же, как Скрипаль, потому что он работал в разведке, но он работал в военной разведке, в ГРУ, которые наши являются... Мы их называем соседями. Да, вот для КГБ они всегда были названы соседями. Или в Курилках мы их называли сапогами, да, потому что они военные, а мы штатские. Хотя у нас были погоны виртуальные на плечах, да, и мы, понимаем, получали деньги за погоны. С точки... С этой точки зрения я бы вам сказал такую штуку, которую вам никто не расскажет, кроме меня и, возможно, Юрий Борисович Швеца. Давайте возьмем закон о внешней разведке. Да, вот закон существующей в нынешней Российской Федерации. Потому что ведь люди как говорят? Говорят, вот это там он предатель там какой-то был, или там сбежал он куда-то, и вот с ним закон на, так сказать, наказание, да, наказание предателям каким-то, которые там предали, разгласили какую-то государственную тайну, или там убежали в другую страну и начали там предавать якобы какие-то интересы Российской Федерации. То я вам хочу сослаться прежде всего, допустим, на закон на внешней разведке. Внешняя разведка, ее... Что такое внешняя разведка Российской Федерации? Это совокупность специально создаваемых государственных органов внешней разведки, которые призваны защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз с использованием определенных настоящим законов, методом и средств. Каким образом убийство человека за границей является защитой безопасности личности, общества и государства Российской Федерации? Вы звучите как адвокат или судья, но это же Россия. Как здесь... Я как-то... Наверное, для них, может быть, имеют важность эти законы, но мы видим, что они их сами нарушают, так что... Вот о чем и речь. Вот правильно вы все сказали. То есть они нарушают свой собственный закон. Больше того, давайте пойдем дальше в этот закон. Целью... Цели разведывательной деятельности. Статья пятого этого закона. Разведывательная деятельность не может осуществляться для достижения антигуманных целей, а также для достижения целей, не предусмотренных настоящим законом. Понятно совершенно, что убийство человека не является гуманной целью. Значит, прямо этот закон запрещает заниматься убийствами, прямо запрещает заниматься достижением антигуманных целей. Дальше. Статья тринадцатая. Методы и средства разведывательной деятельности. В процессе разведывательной деятельности органы внешней разведки могут использовать гласные, негласные. Методы и средства разведывательной деятельности не должны причинять вред жизни и здоровью людей и наносить ущерб окружающей среде. Ой, боже мой! Ой, как это прекрасно звучит! Нет, это прекрасно звучит, но это я к тому... Я понимаю вашу иронию, Юра. Я понимаю, что, конечно, все это дело... Мы понимаем, с кем мы имеем дело, но мы должны понимать, что даже в их собственном законе это запрещено. Может быть, эта бумажка не та, которой они следуют? Конечно, эта бумажка не та, которой они следуют, но они нарушают закон Российской Федерации. То есть они являются по факту государственными преступниками на территории Российской Федерации. То есть Следственный комитет Российской Федерации должен был немедленно арестовать все руководство ГРУ и всех подозреваемых в ФСБ и в ГРУ по поводу этих двух убийств и посадить их в предварительное заключение, осудить и посадить в тюрьму. Следственный комитет игнорирует свой собственный закон. То есть получается, что современная Россия хуже нацистской Германии? Да, она хуже. Там были ужасные законы, но люди им следовали. Совершенно правильно. И она хуже даже Советского Союза, потому что у Советского Союза были плохие законы, но Советский Союз соблюдал какие-то свои законы или соблюдал постановления Центрального комитета КПСС, съездов и решений этих самых съездов народных депутатов, депутатов Верховного Совета, сессии Верховного Совета. А Российская Федерация не соблюдает даже собственные свои законы. Тогда зачем вообще их принимать? Ну вот нам пишет Людмила Яковлева в комментариях, зритель, принятых поправках Конституции прописали приоритет суверенного права над международным. И тогда говорили, что теперь они не будут исполнять решение ЕСПЧ. Это, наверное, первый случай, когда была изменена Конституция страны в связи с надвигающимся вердиктом. Это да, это да, это да, но она не совсем прочитала статью 15 Конституции Российской Федерации. То есть да, конечно. Я ее вообще не читал, так что прошу. То есть там написано, что Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и прочее. Всякие вещи. Да, хорошо. А вот посмотрите пункт 4 этой статьи 15. «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Прочитайте, милая наша зрительница, 4 пункт статьи 15 Конституции Российской Федерации. И вам станет все понятно. Вы до него просто не дошли. Это прекрасно, потому что ей тут же ответили, Людмила, конвенция прав человека ратифицирована в России, и в ЕСПЧ есть и российский судья, поэтому не может не исполнять решение ЕСПЧ. Абсолютно верно. Абсолютно верно. У нас образованная публика, это прекрасно. Ведут дискуссии с нами. Да, это очень хорошо. Абсолютно верно. Ну, то есть имеется в виду, что, конечно, то, что человек процитировал Европейскую конвенцию по правам человека, совершенно правильно. Если Россия не хочет выполнять эти решения, у нее есть очень простой способ. Она должна выйти тогда из Европейской конвенции по правам человека и выйти из Европейского суда по правам человека. Вот тогда она будет иметь право не исполнять его решения. Если она в нем является членом, и ее подпись стоит под Европейской конвенцией по правам человека, она обязана соблюдать эти решения. И я, опять же, напомню вашей слушательнице, что хотя в первой части, в первом пункте статьи 15 оставили вот этот приоритет закона, но на самом деле это хитрость юридическая, потому что четвертая часть прямо говорит, применяются правила международного договора, если международным договором установлены иные правила. И вот в данном случае иное правило предусмотрено международной конвенцией по правам человека, и оно применяется. Окей, разобрались. Разобрались, но тем не менее, хорошо, мы возвращаемся к закону, это прекрасно, это обнадеживает. Но мне интересно, вот, хорошо, вы как бывший коллега мы это обсудили, а как насчет вашей точки зрения того, что вот вы сейчас находитесь во Франции как беженец, и вы когда-то на эту контору официально работали. Вот такое решение суда, ваше ощущение, это вас обнадеживает, или вы думаете, ну, так сказать, ваши мысли по этому поводу, Сергей? Меня это, конечно, обнадеживает, потому что, безусловно, это очень важное решение, потому что это решение международного суда. То есть у России в этом смысле, там внутри, вот они будут постоянно говорить своим, то есть понятно, что там Соловьевы всякие, и Песковы, и Захаревы будут рассказывать всем идиотам в России, что мы ничего не будем соблюдать, вот, но на самом деле они прекрасно знают, что они врут, да, причем они врут в глаза, и что образованных людей в России довольно много, у нас у всех есть интернет, мы можем легко зайти на сайт ЕСПЧ, и прочитать, что ЕСПЧ является высшей судебной инстанцией для всех судебных систем европейских стран, включая Турцию и Россию, кроме Республики Беларусь, и всего 47 государств, да. И дальше, почитайте там 9-й и 10-й пункт этих положений о ЕСПЧ. Последствия для государства вынесения постановления Европейским судом, в котором будет признано нарушение, они будут, имеют реальные последствия. И последствия невыполнения постановления Европейского суда, ими может быть привлечение к международно-правовой ответственности, включая все применимые международно-правовые виды ответственности, порицания, ответные меры и, как крайняя мера, приостановление членства или исключение из членов Совета Европы. То есть, если Россия будет нагло попирать решение ЕСПЧ, то ее просто исключат тогда из всех европейских цивилизованных организаций, и она станет Северной Кореей. Она станет тем, чем она де-факто является. Но пока и де-юре, она еще все-таки остается в каких-то приличных организациях. А Путин остается… Вот чем отличается южнокорейский диктатор от Путина? Путин делает… Севернокорейский, да, естественно. Путин делает все то же самое, то есть он откровенно бросает вызов всему международному сообществу и нарушает постоянно не только российское законодательство, но и международное право, да, хотя он юрист, великий, великий юрист, имеющий диплом юриста. Но с ним все-таки ведутся какие-то переговоры, ему там, я не знаю, ручку жмут, там Байден с ним встречается в Женеве, надеясь, что ему удастся уговорить Путина вернуться в лоно цивилизации. Вот. А если Россия будет продолжать не исполнять такие вещи, то она просто окажется вот там же, где находится Северная Корея. То есть с ней перестанут даже вообще разговаривать даже, перестанут. Вот и все. Вот тогда зачем они это делают? Они что думают, что не докопаются, что не узнают о них, что это все им сойдет, что никогда не раскроется? Ведь доказательства же выявляются, и все есть. Вот видно, что это даже консервативный суд, в принципе, потому что суд – это не вещь такая, как… Это важные доказательства, это не журналистские доказательства. Я пытаюсь вспомнить, кто это сказал. Кажется, Христо Грозик, не помню. У журналистов разные стандарты. Так вот, суд признал. И что же они думали, вот ваши бывшие коллеги, которые совершили это дело? Чипигин, Мышкин, там теперь Сергеев еще всплыл. Вот эти имена, что вы об этом думаете? Да, ничего они не думали. Они выполняли приказ, который был им дан. Хотя у них было право не исполнять этот приказ, потому что он был совершенно понятно незаконным приказом. Он был незаконным приказом на основании закона о внешней разведке. То есть во внешней разведке, я вам почему так подробно остановился на этом законе? Это то, что у всех этих исполнителей, они не смогут, вот когда дойдем мы до Нюрнбергского какого-то там процесса, и когда их будет всех судить, они не смогут нам сказать, что вы знаете, я был всего лишь исполнителем. Мне, у меня было начальство, которое мне приказывало, а я должен, обязан был эти приказы исполнять. Так вот, нет. У нас даже в российском законодательстве, сейчас я не буду вас грузить, особенно там этими законами, но даже в законе о воинской обязанности у нас есть понятие такое неисполнение заведомо незаконного приказа. Заведомая незаконность приказа освобождает любого военнослужащего от его исполнения. То есть они, конечно, когда им отдали этот приказ, они думали об орденах, медалях, квартирах, зарплатах и о своей безнаказанности на территории Российской Федерации. То есть они считали, что поскольку режим им приказывает это, они будут охранены раз и навсегда и навечно, как это считали Геринг, Геббельс, Гиммлер и прочие всякие нацистские палачи, которые исполняли приказы нацистов. Но все они оказались после войны в Нюрнберге. В Российской Федерации у нас, к сожалению, после того, как разводился Советский Союз, то есть вся проблема нынешней Российской Федерации, это в том, что когда, и вы меня правильно отослали к моему прошлому, к Геббельскому, вся проблема заключается в том, что у нас не состоялся Нюрнберг после развала Советского Союза. У нас не состоялся Нюрнберг над Советским Союзом, над Компартией, над ГУЛАГом, над чистками, над расстрелами, над расправами и над КГБ как системой принуждения против собственного народа, незаконной системой. Вот этого, поскольку не произошло этого очищения от коммунистической скверны, то и все нынешние российские спецслужбы, которые считают себя преемниками КГБ, в этом смысле они даже шизофреники полные, потому что КГБ являлся вооруженным отрядом коммунистической партии, и он, по крайней мере, в этом смысле не скрывал, он говорил, что да, мы боремся за коммунистическую идеологию. А вот Путин со всеми его там Патрушевыми, Бортниковыми и прочими Нарышкинами, он говорил, что мы вроде цивилизованная страна, но одновременно мы являемся преемниками КГБ и ВЧК. А как так? То есть ВЧК и КГБ расстреливало церковников и верующих. КГБ и ВЧК расстреливали капиталистов и помещиков, аристократов, интеллигенцию. Они расстреливали всех тех, кто не разделял их точку зрения, и не просто даже не разделял точку зрения, они расстреливали по классовому признаку, то есть вам не надо было даже менять ничего в вину, то есть достаточно было сказать, кто были ваши родители. Мой папа был священником, моя мама была аристократкой. Бомм, расстрел. Этого было достаточно просто. Принадлежность к так называемому антагонистическому классу являлась достаточным основанием для того, чтобы вас физически ликвидировать. И вот над этим суда не произошло. И Путин плачется до сих пор, говоря, что развал Советского Союза является самой страшной геополитической катастрофой XX века. Хотя мы все, опять же, напоминаем, что Путин по советским понятиям является предателем, потому что он принимал присягу вооруженным силам Советского Союза и давал присягу КГБ и Коммунистической партии. И в 1991 году, когда КГБ расформировали, Коммунистическую партию все-таки запрещали или распускали, и Советский Союз разваливался, он не вынул свой пистолет Макаровой, не пошел исполнять свой воинский долг. То есть все мои бывшие коллеги, и в том числе и я, мы не исполнили свою воинскую присягу. Но у меня в этом смысле есть очень классная отмазка. Мне повезло. Мне повезло. Государство развалилось. Потому что непросто. Когда оно разваливалось, когда все это дело происходило, я находился в долгосрочной загранкомандировке во Франции под легендой и со статусом разведчика-нелегала. И поэтому мне мой статус разведчика-нелегала и человека, который находился во Франции с исполнением секретной миссии под легендой, мне было запрещено вынимать автомат Калашникова и бежать в российское посольство, чтобы предлагать кому-то свои услуги по защите Родины. Потому что разведчики-нелегал, ну вы сами понимаете, когда там объявляется Германия, допустим, в войну Советскому Союзу, и вдруг все эти разведчики начинают там сбрасывать свои костюмы буржуазные, надевать солдатскую форму советскую или офицерскую и там на перевес ППШ бежать на рейстах. То есть это, конечно, нонсенс. У меня в этом смысле есть отличная отмазка. Мне повезло, потому что, так сказать, мне нельзя формально обвинить в вину нарушение моей присяги. А потом Союз разговаривался. Оставьте это для военного трибунала. Окей. Это хорошо. Значит, они думали о квартирах, они думали о орденах, они думали о том, что им как-то это гукнется обратно, что все сойдет с рук и все будет нормально. А вот они ошиблись. Конечно. Больше того, вот даже в случае со Скрипалем, это давнишняя история, я на ней уже не раз останавливался, но повторю для ваших слушателей, которые, возможно, это не слышали. Когда вот состоялась история со Скрипалем, ну, немножко напомним, буквально в двух фразах, о чем идет речь. Значит, Скрипаль был офицером ГРУ, он работал под прижитие МИДа, он работал за границей, в Испании и в других странах. Он перешел, он действительно совершил предательство, то есть он начал работать на американцев, на англичан, он был пойман с поличным на этом деле, осужден российским судом и посажен в тюрьму и отсидел какой-то срок. В 2010 году, когда были пойманы старые советские нелегалы во времена Медведева, и Обама не знал, что с ними делать, он предложил разменять этих нелегалов, в том числе эта самая Анна Кущенко, которую знает как Чапман, он предложил их обменять на четверых россиян, которые были либо бывшими агентами американских и английских спецслужб, либо были осуждены по неправомерным вещам. И этих четверых – Пасько, Сутягин, Скрипаль и Четвертый, ну вот Исвейровец Четвертый, мне напомнят сейчас ваши слушатели, кто там был, который жил в США, его выманили в Советский Союз, в Россию и потом тоже осудили, напомнят фамилию Четвертого. Значит, их обменяли на этих десятерых людей. И на этом, кстати, вот вся процедура обмена между спецслужбами, она заканчивается. У нас есть свой… То есть мы все, конечно, преступники, шпионы, мы нарушаем постоянно законы, но между собой у нас есть свой кодекс джентльменский. То есть мы понимаем, что если ты убьешь человека из спецслужбы противника, то он тебя отплатит тем же самым. И спецслужбы стараются этим не заниматься. И, кстати, во времена Холодной войны почти не было убийств. То есть когда ловили, либо обменивались этими разведчиками, все помнят Конана Молодого, все помнят Фишера Абеля, все помнят обмены на этих немецких мостах между Западной Германией, Берлином Восточным и Западным, американские фильмы с Том Ханксом, который играл адвоката Донована. То есть все это прекрасно помнят, что есть некий кодекс чести. И поэтому кодекс чести не только, вот есть такой обмен провалившимися людьми или осужденными людьми, но есть понятие такого, что люди, которыми мы обменялись, на этом все наши счеты покончены. То есть мы обнуляем претензии друг к другу. И первый раз государство, которое спецслужба российская, такая как ГРУ, нарушило этот кодекс чести. Причем нарушило его грязно. Грязно каким образом? Она засветилась везде. То есть мы, Штадар, помним, когда произошла эта штука в 1918 году, весь мир смеялся над этими разведчиками, говорил, вон, смотрите, они везде там оставались, только как в анекдотах про Штирлица надеть советскую форму, и парашют там за ним должен был тащиться. Штирлиц шел по Рейхстагу, за ним волочился парашют. И Штирлиц думал, как близок я к провалу. Но все эти анекдоты про Штирлица мы знаем. И вот Чипига и Мышкин, они вот так же с волочищем парашютом, значит, почему? Они купили билеты. Москва, Лондон. На деле сапоги свои игрушные прилетели туда, и они же понимают, что в Лондоне 300 тысяч камер наружного наблюдения на всех улицах. То есть чем англичане славятся, это то, что у них есть камеры везде, и если они уж не могут предотвратить какое-то преступление, они всегда найдут того, кто это совершил. Потому что у них такое количество камер в Лондоне, причем Лондон большой Лондон, не просто там это самое центр, со всеми прилегающими кварталами и близлежащими городками. И что и произошло, то есть их немедленно вычислили. Потом был Беллинкет, который по интернету нашел в базах данных их воинские части, их паспорта, их номера машин. То есть вообще это... И все над ними издевались. А они говорили, мы были два туристы, которые приехали в Солсбери посмотреть на этот собор. И все им говорили, вот какие-то два гомика поехали в Англию, значит, там за ручку, и везде они там... Я с Тамарой... Мы с Тамарой ходим парой, санитаром и с Тамарой. Значит, вдвоем они там ходили, вот говорили, вот пара голубеньких из ГРУ приехала там погулять в Солсбери. Над ним все издевались просто откровенно. Вот за это им платили в Российской Федерации, за это им давали премии, за это им вешали там звания. То есть, возможно, у них там генеральские звания, потому что они уже тогда были героями России, Чипига был, да, и полковником. То есть, наверное, сейчас он генерал-майор и дважды герой Советского Союза, ну, в смысле Российской Федерации, Путинской Федерации. Вот. И я о чем хочу сказать, что я вот говорил в свое время, что это, конечно, не спецоперация спецслужб, это не спецоперация ГРУ. Это было политическое мероприятие, абсолютно политическое мероприятие. Напомню контекст этого мероприятия. 4 марта совершено было это преступление. 18 марта выборы президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. После реформы пенсионной 2016 года у него упал резко рейтинг, потому что все пенсионеры вдруг поняли, что когда им ударили по кошельку, что все они идиоты, потому что они голосовали до этого за Путина, и стали они голосовать против Путина. И Путину надо было мобилизовать внутри Российской Федерации этот свой ядерный электорат, а для того, чтобы его мобилизовать, ему нужно было какое-то очень громкое дело. И таким делом стало дело Скрипаля, потому что это было не сведение счетов, это было не выяснение отношений между специальными службами, это была публичная государственная казнь, публичная государственная расправа, внесудебная расправа, потому что, напомню, Скрипаль был осужден судом к тюрьме, и он отсидел даже какой-то там срок. И в качестве... То есть это наоборот было сделано так, чтобы нашли, чтобы увидели... Конечно, конечно, конечно. Все было специально сделано, чтобы российский... Чтобы след сразу повел в Российскую Федерацию, чтобы их сразу всех нашли, и об этом сразу возник международный огромный скандал, и на фоне этого скандала что и состоялось. И Путин сразу получил 20%. То есть Путин получил такую же поддержку, какую он получил в Крыму. Вот после Крыма и Востока Украины у Путина точно так же всплеск был рейтинга, он сразу получил там 90% рейтинга. И после... Который упал в 2016 году после пенсионной реформы, и после дела Скрипаля, он обратно у него вернулся. Временно, да? На некоторое время. Нет, это интересный подход, что вот такое убийство за пределами, внеюридическое убийство на самом деле только поднимает статус диктатора, к которому это привязано, поскольку популярность диктатора зависит от других вещей. Не благосостояние народа, а новая пакость. Да, да, да. Потому что у Путина есть игра на этом деле, и мы понимаемся, что вот для этого, кстати, он на этом играет победобесия каждое 9 мая. То есть давным-давно отгримели эти, там, я не знаю, война Вторая мировая. Германия, которая была нашим, ну, нацистская Германия, которая была нашим противником, стала с тех пор уже нормальным европейским цивилизованным государством. А в нашей стране мы продолжаем, там, я не знаю, 75 лет спустя, 80 лет спустя после этой войны еще там что-то праздновать. Да, причем в захлеб праздновать. Эта Германия живет в три раза лучше, чем победитель в этой войне. На это всем россиянам наплевать. Наплевать, что вот эта самая страшная Германия, над которой победили, победил ее Советский Союз, она живет в три, четыре, в десять раз лучше, чем победитель в этой войне. Это им, на это им насрать, потому что у них голова устроена абсолютно по-другому. Им главная гордость, вот эта национальная гордость, там, я не знаю, или там патриотизм какой-то, да, то есть они просто идиоты, идиоты. И на этих идиотов Путин придумал эту историю. И она на этих идиотов сработала. И такие истории всегда работают на этих идиотов. К сожалению, проблема Российской Федерации то, что этих идиотов большинство. Вот в чем проблема Российской Федерации. Или там какая-то, какая-то значительная часть. Вот в чем проблема Российской Федерации. С моей точки зрения. Дураков слишком много? Дураков слишком много, да. Дураков слишком много и зомбированных людей слишком много. То есть понятно, что люди, которые смотрят Первый канал, они, вот я его посмотрел там 10 минут на прошлой неделе, до сих пор отойти не могу, там, даже Соловьева не было, он там был, Жириновский и какая-то там тетка, похожая на эту самую, на Барбару из Ширлица, вот нацистская такая, ей вот только нацистскую форму, эсэсовскую, гестаповскую и все, и все остальное, она такая вот мужеподобная тетка, которая таким жестким армейским голосом все время там вещает, как там Запад плохо очень что-то делает против Российской Федерации. Отойти не могу после этого делать, то есть жуткое впечатление. А если люди это смотрят целыми днями? Вы знаете, Скрипаль, Стрель, у меня ощущение, когда я смотрю... Скрипаль, смотрел эту тетку канал, он был путинцем, он был путинцем, он вообще подумывал о том, что а не вернуться ли ему в Россию, а досидеть свой какой-то там срок и потом жить в замечательной путинской диктатуре. Вот в чем проблема. Когда он очухался, ему сказали, тебя Путин замочил, он сказал, ай-яй-яй, Вова, ты меня предал. Да, вообще российское телевидение, которое я стараюсь не смотреть, на меня производится все время впечатлений одной большой игры, кто хочет быть миллионером. Все время такое нагнетание, следующий вопрос на 200 долларов. Да. Сергей, я хотел бы понять такую вещь, ваше мнение. Вот сейчас вышла большая статья в Нью-Йорк Таймс, где говорится о том, что мировые диктаторские режимы перестали работать внутри своих границ и пытаются распространить свое диктаторское влияние за пределами. Мы видим это из Скрипалия и Литвиненко, но мы также это видим из Саудовской Аравии и с другими странами. В общем, границы значит меньше и меньше. Но с другой стороны мы видим, что как бы разные страны начинают смотреть на ситуацию и видеть, что Россия представляет, в общем-то, мировую угрозу, скажем так, Кремль, не Россия, но, в общем-то, почти что детали. В том смысле, что вот эти грушные сапоги уже прошлись много где и много кому насолили. И теперь начинается обсуждение того, что нужно, видимо, какой-то более общий холистик подход к ситуации, потому что это не только против Чехии, не только против Англии, а это как бы против всех. И как вот вы рассматриваете эту такую динамику, когда с одной стороны они вот плюют на собственные законы, пересекают границы делать, что хотят, а с другой стороны происходит такое медленное прозрение, что это общая проблема. Ну, здесь проблема первая заключается в том, что большинство стран цивилизованных являются цивилизованными и правиловыми государствами. То есть пока и поэтому пока не будет какого-то уж там жуткого, то есть грубо говоря, даже если Путин приедет во Францию на встречу с Макроном вынет пистолет и убьет на этой встрече Макрона и то найдут ему оправдание, почему он имел право это сделать. Потому что у него иммунитет главы государства и его нельзя будет арестовать, его нельзя будет посадить в тюрьму, его вынуждены будут выслать на территорию Франции. Вы понимаете, вот до чего доходит. Ведь проблема какая, когда шпионов наших ловят, и кстати это не только наших, это точно так же делается с американскими шпионами в России их ловят, их высылают, то есть их нельзя не посадить, не осудить, ничего. Значит, только в странах, где не существует никакой правовой системы, там их убивают. То есть если в Иране вас поймают как шпиона, вас все равно отрубят вам голову или повесят вас и все. Там разбираться не будут. То есть это по закону военного времени. А в цивилизованных странах вы не понесете никакую ответственность. Вот Калугин, кстати, рассказывал эту историю, что когда он был там работал в США, то кто-то, кто-то там, я не помню, кто сбежавший из КГБ, была там встреча, организовывали встречу такую, Госдепартамент, этот самый человек и там типа Калугин какие-то разговоры. Так вот, руководство Калугина проговаривало вопрос о том, что на этой встрече он убьет этого человека. Вернитесь, поищите в интервью Калугину, он это рассказывает, или в своей книжке он это описал. То есть, вот до чего. То есть, они понимают свою безнаказанность. Они понимают свою безнаказанность, и мир наконец-то начинает потихонечку, потихонечку понимать, что вот они работают, играют на этой своей безнаказанности. И мир понимает, так же, кстати, убеждается, что мы пришли к нему тупику, например, в организации объединенных наций. Вот сейчас идет генассамблея в Нью-Йорке, да, и по этому поводу все немножко так, немножко выступают всякие лидеры. Мы вспомнили, что существует ООН, и я напомню вам, что там пять членов, постоянных членов Совета Безопасности, у них есть право вето. То есть, какую бы резолюцию вы против этой страны не приняли, у России есть право вето наложить на эту резолюцию. То есть, никакая резолюция ООН, ни России, ни Китаю, ни Франции, ни США, ни Англии не грозит ни одному из постоянных членов Совета Безопасности. То есть, строго говоря, они могут делать все, что угодно, и нет никакой международной организации, которая бы их хотя бы осудила. Потому что самая главная международная организация, они имеют возможность заблокировать решение. Вот проблема в чем. Это первая проблема. А вторая проблема, вы говорите, что вот, сейчас есть ощущение, что люди поняли, какую опасность представляет собой Российская Федерация в частности. Ну и не только она, потому что есть какие-то другие там диктатуры или авторитарные режимы, которые такую же опасность или там большую даже опасность представляют. Проблема заключается в том, что вот я вам взгляд из Франции. Во Франции считается наибольшей опасностью исламский терроризм, международный исламский терроризм. Он считается главной опасностью для страны, для безопасности страны. Россия, к сожалению, в этом списке занимает по крайней мере уже не первое место. А поскольку она не занимает первое место, то у всех служб специальных, которые занимаются борьбой с этими угрозами, у нее выделяются на Россию средства и силы по остаточному принципу. То есть сначала работают по исламской угрозе, сначала работают по международному терроризму, а все, что осталось, выделяют на Россию. То есть, грубо говоря, там, я не знаю, в ДЖСИ, то есть в контрразведке французской и в службе безопасности внутренней французской, там есть какой-нибудь отдел российский наверняка, и в этом отделе работает грубо говоря, я не знаю, там 30, 40, может быть, 50 человек, и все, и все. А в российской диаспоре, проживающей во Франции, 100 тысяч человек. И вот как там эти 50 человек, которые работают в этом отделе, могут бороться с инфильтрированной агентурой ФСБ, СВР, ГРУ и прочих всяких российских разведок в США еще хуже. У вас сколько миллионов? Я пытаюсь понять, как работает система, эти 50 людей или 30 человек, они не в состоянии инфильтрироваться в эту систему, это как бы слишком, но возможно они должны собирать информацию, которая поступает из этой общины, и обрабатывать ее, но для этого нужна, чтобы община общалась с французскими полицейскими и так далее, органами. Нет, не обязательно, то есть для этого нужно иметь агентуру в этой общине, то есть безусловно они вербуют агентуру в российской диаспоре внутри, но я вам показываю, что когда у вас всего там 50 человек, которые способны, оперработник способен эффективно работать с максимум 30 агентами. Это просто как учитель, в классе должно быть не больше 30 студентов, так? Совершенно правильно, потому что ну вы каждому агенту ведь должны выдать задание, каждому агенту вы должны его сопроводить на какую-то операцию, от каждого агента вы должны получить информацию, которую он принес, оценить ее, осмыслить и доложить вашему начальству. То есть если у вас там больше, вот вы журналист, да, сидите, вы понимаете, что вы не можете делать там больше 10 эфиров в день, или там 5 эфиров в день, да, потому что иначе это будет просто говорильнее ни о чем, да, потому что вы не успеете подготовиться, вы не успеете оценить и так далее. И в любом случае даже физически у вас максимальное количество эфиров, которые вы можете провести, это 24 часа в сутки. Для этого вам надо не спать, не есть, ничем не заниматься, и то в этом случае только 24 эфира по часу вы сможете провести. То есть вот точно так же у человека, который работает в спецслужбе, он максимум там может в день провести там, я не знаю, там 5 или 10 встреч, и таким образом говорится, что у него максимум может быть до 20 или 30 агентов. Значит, умножаете 50 на 30, получается 1500. 1500 – это вот глаза и уши этого подразделения, этой спецслужбы в российской диаспоре. Значит, 1500, и вы противопоставляете, даже если там 150 тысяч, это значит, получается один агент на 100 человек. Значит, насколько эффективно вы можете собирать информацию, один человек, о 100 людях, которые живут в разных концах, хотя бы города того же самого, совершенно понятно, что это затруднительно. Вы не сможете обладать большим объемом или, скажем так, общим, цельным объемом знаний об этой диаспоре. И, в общем, это слово. Я к тому, почему так подробно вам рассказываю внутреннюю кухню, потому что, в общем, это трудно делать. И на западе… Я думаю, это важно, то, что вы делаете, вы также объясняете, почему против конспирологических идей о том, что миром правит какая-то каббала, потому что это тяжело скоординировать. Конечно, тяжело скоординировать, конечно. То есть, во-первых, вот это мировое правительство какое-то, я не знаю, какое-то, которое правит миром, это, во-первых, надо быть чтобы понимать вообще все, что происходит в мире. Ну да, таких людей нет. Я вам говорю, у нас в области 29 избранных супервайзеров, вот на моей позиции, я говорю, ребята, мы не 29 самых умных людей. Конечно, конечно, конечно. И совершенно не факт, что даже, вот вы сказали про свой округ, но даже если вы стали конгрессменом, то есть, от этого у вас бы не прибавилось нейронов в голове, да, то есть, вы просто вас просто перенесли бы на другой уровень. Я бы тут же поумнел, если бы я стал сенатором, о-о-о, такие мысли. Вот, понимаете, да, Юр, то есть, другое дело, что, конечно, если бы вы стали сенатором, то вы бы стали читать доклады разведки, ЦРУ, там, я не знаю, АНБ, то есть, у вас бы появилась большая информированность о том, что происходит в мире. И это расширило бы вас кругозор и дало бы вам возможность немножко глубже смотреть на то, что происходит. Но мне от этого вы бы не стали, да, и я бы не стал. То есть, я не в смысле камешек в ваш огород, потому что там рахки дула, доступ к информации, доступ к, почему предыдущие президенты не должны были критиковать нынешнего президента, потому что они не знают, у них нет той информации, которая есть у этого президента. Конечно. И, знаете, самая страшная вещь, вот, опять же, люди не понимают, часто они там критикуют первое лицо. Вот, когда вы становитесь президентом США, у вас очень интересная система, потому что вы не сразу приезжаете в Белый дом, да, вы становитесь президент-элект, значит, А потом через два месяца, да. Да, но вы начинаете, у вас появляется доступ к информации, и вы начинаете читать ту же самую информацию, которую читает действующий еще президент Соединенных Штатов. И в этот момент, кстати, человек, который вот пришел в это место, он понимает, ё-моё, куда я пришел? Потому что в этот момент на него сваливается вот вся та бодяга, о которой он и понятия не имел, да, то есть вот вся бодяга, сколько террористов там ловят каждый день, сколько раскрывают терактов несовершившихся, сколько вообще угроз существует, сколько задумывают всяких гадостей в мире. И он говорит, ё-моё, я должен четыре года в этом вариться. А вот Путин вообще наслаждается этой штукой, он 20 лет в этом варится и говорит, что я вообще еще хочу 12 лет или там сколько-то вариться в этой каше, или 14 лет. Вот в чем проблема, что он на самом деле получает еще огромное удовольствие от этого дела, потому что он большой конспиролог, он вообще обожает все эти вот власть, он обожает, и для него власть это, во-первых, вот доступ к некой информации, а во-вторых, кормушка обыкновенная, потому что Путин на самом деле очень ленивый человек, он очень не умеет работать, не любит работать, поэтому вы всегда вот для него придумали классное совершенно название. Президент работает с документами в Ново-Огарево. Это значит, он там плавает в бассейне, да, а его советники ему рассказывают, Владимир Владимирович, вы знаете, вот тут у нас и это такое, а он сам плавает в бассейне, или там он крутит велосипед какой-нибудь там этот самый, да, в спортивной форме, в спортивных трусах. Там полторы тысячи долларов, да. Или там за 10 тысяч долларов, или за 20. Пардон, да. Вот. А ему, значит, рассказывают там, что происходит. А вторая штука, которая с ним происходит, это президент работает с документами в Сочи. То есть, опять же, он там катается на горных лыжах, а ему рассказывают там, что происходит. Вот для него, почему он не хочет уходить. Вообще, знаете, интересно, потому что тут недавно я что-то прочел, что он, возможно, является самым богатым человеком в мире, поскольку, ну, как бы страной владеет довольно богатой. Так что, а вот, думаю, все эти Бейзос, Маск, они же там все в космос или та, чего-то, а он там какой-то батискав. Ему надо, наверное, что-то повыше как-то там показать себя там соревнования богачей. Ну, богачом, знаете как, я для себя, рассчитывал, у меня была такая игра, у меня есть такая игра, когда у нас есть, играют в лотерею, есть вот какой-то, какая-нибудь неделя, где большой-большой приз. Вот на этой неделе у нас там 130 миллионов евро лото, да, и обычно я вот в эту неделю покупаю один единственный билет, причем покупаю его в начале недели и начинаю думать, а вот что бы я сделал, если бы у меня были все-таки вот я выигрываю эти самые 130 миллионов. И к концу недели, когда тираж там в пятницу, да, вот он завтра у нас будет, я думаю, а нафига мне эти самые 130 миллионов? То есть, во-первых, о них же нельзя будет рассказать, потому что, если я скажу, что у меня 130 миллионов, найдется тут же 50 злоумышленников, которые поедут меня выкрадывать, чтобы из меня там утюгом вытрясать эти 130 миллионов. То есть, в обеих нельзя об этом рассказать. То есть, все люди, которые вышли, они были полными дебилами, которые вышли перед камерами и сказали, да, вот это я выиграл там 180 миллионов или 200 миллионов, это я выиграл, а у вас еще лучше, потому что у вас нет предела лотереям. То есть, у вас можно выиграть там и миллиард даже. Вы знаете, Сергей, это интересная идея, потому что про меня когда-то в нашем городе ходили слухи, что я выиграл лотерею, поэтому я такой радостный и людям помогаю. Нанимаются всякими нон-профитами. Может, он лотерею выиграл. В завершение вот этого рассказа я бы сказал так, что, и вот когда я думаю, то есть, я понимаю, что вот для нормального человека предел мечтаний, так, нормальных предел мечтаний, имеется в виду, что купишь себе дом, купишь квартиру, купишь машину, купишь сами себе вещи какие-то, технику, ну, и все. И вот этот предел это где-то 20 миллионов. То есть, вот выше 20 миллионов уже начинается просто это уже нерациональное. Выше 20 миллионов нерациональное, потому что дальше начинают яхты и дальше начинается это вот распальцовка. А у тебя яхта такая, а у Романа другая, а у меня больше, а у меня пися маленькая, а у него больше, я вот себе куплю. То есть, вот это вот распальцовка. И для Путина, которого говорят, что он там самый богатый человек в мире, а нахрена ему это богатство? Он что себе купит на это богатство? Вот есть у него там, я не знаю, даже у него там 100 тысячи миллиардов, там, триллион, триллион долларов. А что он на него купит-то, на этот триллион? Вот куда он его там себе засунет? В задницу он себе засунет? Золотые слитки? Я не знаю, там, я не знаю, бриллианты он себе обвешивает, что я не знаю, зубы себе бриллиантовые сделает? Что вот, ну куда вот он их впихнет? Эти, эти бриллианты, эти миллионы, триллионы, квадриллионы, пентиллионы. То есть выше 20 миллионов кончается рациональность. И начинается идиотизм. А вот идиотизм у Путина еще какой. Что у него в кубышке сейчас, благодаря большим ценам на нефть, остается там 640 миллиардов долларов за валютный, не валютный запас, а валютный резерв Российской Федерации. На эти деньги можно было отстроить квартиры всем инвалидам, которые остаются в Российской Федерации. Всем ветеранам Великой Отечественной войны, которым так и не выдали квартиры. Там есть ветераны, которые до сих пор живут в бараках. И он обещал им решить эту проблему. А до него обещали все генсеки в течение 75 лет. И он это не способен сделать. То есть он не способен пустить эти деньги на развитие страны. Он их держит в кубышке. Дальше вот в бюджете, я читал недавно, ах, они там сказали, в бюджете самая расходная статья 6 триллионов в год рублей – это пенсии. Пенсии. Вранье. Вранье. Потому что если вы возьмете военный бюджет Российской Федерации и бюджет правоохранительных органов, то он составляет те же самые 6 триллионов рублей. То есть все российские 50 миллионов пенсионеров, они стоят столько же, сколько все российские военные, охранники, ФСО, ФСБ, СВР и прочие всякие паразиты, которые не производят ни грамма добавленной стоимости. Ведь напомним, что они не создают никакого прибавочного продукта по Марксу. Все эти люди используют просто накопленное государством, накопленное народом, заработанное народом, они его расходуют. То есть они являются все паразитами по обыкновенному нормальной терминологии. Ну что ж, Сергей, с вами тут никто на эту тему спорить не будет. Перед тем, как мы закончим, мне просто стало интересно ваше мнение о том, что только что произошло в Перми, когда очередной человек взял оружие, расстрелял людей, там, кажется, уже за 40 человек пострадавших. Как вы смотрите на идею распространения оружия в России? В принципе, вот в Америке, например, одна крайность, где у нас можно в некоторых штатах уже разрешения не нужно. В общем, просто пытаются доказать, как мы любим наше оружие. А вот как вы думаете, в России нужно каждому иметь по пистолету? Тогда бы не было диктатуры? Или просто тогда бы началась гражданская война? Я так думаю, что начали бы друг другу стрелять. То есть представьте себе, да, вы приходите в магазин, там, кто-то прошел перед вами без очереди, и вместо того, чтобы его просто там обругать, вы достанете свой пистолет и его убьете. Я так думаю, что Россия бы друг другу перестреляла. По поводу этого расстрела в Перми я сделал передачу. Вы, кстати, на моем канале можете посмотреть, потому что там 40 минут я вчера разговаривал со Светланой Герасимовой. И, в общем, у меня отношение к этому делу очень сложно. Я очень не люблю выступать на эти темы, потому что большинство людей, которые такие вещи совершают, это психически ненормальные люди. То есть у них есть какие-то сдвиги. И если оружие легко купить, то есть вот у вас легко купить оружие, то таких людей у вас больше, чем в какой-то стране, в которой купить оружие сложнее. Вот и все. И, в общем, их предусмотреть нельзя, бороться с ними нельзя, потому что, конечно, ни родители ничего не видят, родители вообще узнают последними об этих событиях. То есть ваш подход – нужно просто проверять людей на ментальные заболевания в нормальных странах, но русским лучше оружие не раздавать? Ну, в общем, и даже проверка-то ничего не даст, потому что он же рассказывал, как он проходил проверку. То есть он прошел проверку в диспансере, и там даже какой-то психиатр ему сказал, что я, в общем, тебе не очень верю, поэтому пойди к платному психологу. Или это была коррупция, что вот у нас есть система зарабатывания денег через наш диспансер, рядом какие-то структуры коммерческие. Но смысл какой? И самое главное, что он говорил, что я прочитал какие-то тесты, я был готов к этому делу, я знал, как отвечать на вопросы. То есть, грубо говоря, мы же, опять же, в мире интернета живем, сейчас можно скачать этот психологический тест, и там вам скажут… Ну, это просто как старый анекдот, когда проверяют человека на сумасшествие, говорит, там рыбки ловятся в улетазе, он говорит, нет, не ловится, а потом, говорит, ну что ж, я буду рыбные места выдавать? Конечно, конечно. То есть он вышел из диспансера и сказал, я им буду рассказывать рыбные места. Вот, и, в общем, сейчас говорят, там охранников надо везде ставить, и все равно это не будет работать, но оставьте хоть где угодно этих охранников, ничего это не спасет. А что работает-то? Ничего не работает, ничего не работает, и, слава богу, таких случаев бывает не так много. Ничего не работает. Работает только случай, то есть работает как? То есть такой стоический подход, могло бы вообще быть хуже. Могло быть хуже, мог быть брейвик. Вот мог быть брейвик, человек, который сознательно готовился долго, у которого был бой запас, у которого было много оружия, который заманил своих, то есть приехал в систему закрытую, куда не могли никто приехать на остров, и в течение нескольких часов он, как кроликов, их отстреливал. Вот, что может быть хуже еще. Вот и все. То есть может быть хуже только человек, который ходил там 10 лет в тир, и который может, вот сколько у него есть патронов, это жизнь. Каждый патрон – жизнь. Вот, слава богу, у этого молодого человека не такая была подготовка, и, несмотря на это, там 8 трупов и сколько-то пострадавших, которые тоже могут еще умереть в больнице. Ну вот, значит, по его поводу я сказал, что я не верю пока ни в какое манипулирование им, в теракт я не верю, хотя там сразу увидели, что у него не русское имя, значит, там какое-то кавказское, исламистское, может быть, как… Но он ничего в этом смысле не оставлял никаких записок, не одевался, он не был шахидом, не провозглашал себя шахидом, не давал присягу там ИГИЛу запрещенному, там и прочим всяким, аль-Каиды какой-нибудь. В этом смысле пока никто ничего не раскопал. И самое главное, что его не убили. То есть с ним попались на него полицейские, даже не полицейские, а ДПСники, гаишники. Да, и один из них был очень профессиональным гаишником, то есть в том смысле его не убил, он ему стрелял по ногам. Ну, говорят, он там всю обойму в него разрядил, 8 патронов, но он ему перебил все ноги, да, и там видно на фотографии… Потому что ампутировали уже там часть ноги. Вот, ему ампутировали ногу, но самое главное, что на фотографии, и он сам рассказывал, что как только он был нейтрализован, в том смысле, что он лежал и не мог двигаться и не мог дальше стрелять, он у него отбросил ружье и стал оказывать ему медицинскую помощь. То есть он наложил ему сгуты, вот там видно на фотографии, белые повязки, чтобы у него не вытекла вся кровь, чтобы остановить кровотечение из ног. И когда подоспели медики, они его быстренько в больницу, в реанимацию и на хирургический стол. То есть в этом смысле полицейский сработал, один из немногих полицейских, который сработал профессионально, да, потому что у нас теперь, вот если это было бы какое-нибудь такое манипулирование человеком, тогда бы его точно расстреляли бы, его точно бы убили бы, чтобы не было концов, чтобы не было свидетелей. И потом бы за него опубликовали, нашли бы какой-нибудь у него там якобы скрытый компьютер, где там написано было там всякие там исламские штуки и прочие всякие вещи. Вот этого ничего не нашли, да. Хотя у него там папа с определенным бэкграундом, да, там воевал наемник, ненаемник, волонтер, Сирия, там Вагнер, может быть, а может быть и Восточная Украина. Хрен его знает. Вот. Но я пока не склонен. И вот вы можете послушать то, что я сказал у меня и у Светланы на каналах. Вот. И на самом деле, вы знаете, удивительная вещь психологическая, что когда я это рассказал, что вот люди, которые меня, мои зрители, которые меня смотрят, они остались очень разочарованными. Вот. Вот. Людям очень приятно искать вот эту конспирологию. Я им во время этого разговора сказал, что вот, допустим, там теракт на Дубровке для меня это абсолютно теракт ФСБ. Потому что эти люди не могли проехать через всю Россию, если у них не была куплена вся Россия ментовская и ФСБшняя. Они не могли бы оказаться в центре Москвы. И самое главное, что подразделение спецназа, которое ворвалось, использовало усыпляющий газ. И они все были в отключке. И первое, что они сделали, они ликвидировали всех десятерых людей, которые находились в отключке, вместо того, чтобы сохранить им жизнь и чтобы они вышли, пристали перед судом. Это было, безусловно, преступлением государственным. Потому что вот здесь ликвидировали свидетелей. И здесь было понятно, что все следы бы иначе повели бы на Лубянку или там в ГРУ. А в данном случае нет. Взрывы домов 1999 года тоже. Пештинский, Светвиненко написали книжку. Были другие расследования. Все всем понятно. И в Рязани они обосрались ФСБ. Они были пойманы с поличным. И они стали низкие ахинею, Патрушев начал говорить, что это у нас были учения. У нас тут мешки с сахаром, а никакой не гексаген. Да, вот это было все прозрачно. Все было понятно, для чего это делается. То есть, если нет свидетелей, то это больше показывает на Лубянку, чем если есть свидетели. Конечно, конечно. Потому что тогда могут быть какие-то сомнения. Да, то есть первое, на что надо смотреть, выжил террорист или не выжил. Если террориста убили, все, уже надо искать уже что-то другое. Вот первое. А если террорист, подозреваемый, выжил, вот здесь, значит, все нормально. Потому что его тогда можно допросить, и его можно будет судить. То есть он сможет тогда, по крайней мере, пристать перед судом и рассказать свою точку зрения. Вот здесь он может что-то рассказать. И поэтому тогда, когда какие-то теракты и какие-то вещи нехорошие организовываются спецслужбами или нехорошими организациями, какими-то террористическими, они всегда заботятся о том, чтобы никто не выжил, чтобы не было говорящего свидетеля. Сергей, вы просто, я не знаю, как о вас по-другому подумать, как говорящий свидетель. Я очень рад, что вы говорите. Сергей, большое спасибо вам, как всегда, за ваши эфиры, за ваше мнение. И я хочу благодарить и также наших всех слушателей, и для всех тех, кто смотрит на Сергея Олеговича и Юрия Борисовича и сравнивают, и думают, а кому здесь можно верить? Я говорю, мне кажется, во-первых, главное, что нужно унести от таких встреч, это то, что смотрите, какие разные люди работали на эту организацию. Что когда мы говорим, вот там Штирлиц, это вот такой разведчик, а разведчики разные бывают. Абсолютно верно. И это, мне кажется, очень важно понимать. Согласен с вами. И, кстати, поскольку вы упомянули, Юрий Борисович, по большинству вопросов, которые он освещает, я с ним согласен. У нас есть разногласия в деталях, у нас есть разногласия, форма подачи, еще что-то. Но большинство того, что он рассказывает, я тоже слушаю его, очень внимательно, кстати. И думаю, что и он тоже слушает внимательно, что я рассказываю. Ну, в таком случае передаю вам привет всем, кто нас смотрит и слушает. Друзья, не забудьте подписаться на этот канал. Здесь вы найдете разговоры с умными людьми на актуальные темы. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы мои герои.